Пять знаменитостей, которые инсценировали свою смерть, а потом неожиданно воскресли. Мэрлин Монро и Майкл Джексон, Элвис Пресли и Тупак Шакур на пике всемирной славы при загадочных обстоятельствах, они внезапно ушли из жизни. За каждым из них тянется шлейф сомнений. А умер ли король? Звезда рок-н-ролла Элвис Пресли, к примеру, скончался от передозировки, но это не помешало ему собственноручно подписать свидетельство о своей смерти. А Тупак Шакур после кончины выпустил альбомов больше, чем успел создать при жизни. Так или иначе, убедительных доказательств об их чудесном воскресении нет. Поэтому сегодня поговорим о тех баловнях судьбы, которым удалось умереть, воскреснуть и продолжить свой жизненный путь. Они хотели привлечь внимание или, напротив, залечь на дно. Но большинство таких историй вышло героям боком. Бывшие поклонники от них отвернулись, а родственники перестали общаться. Пятое место. Хаски. Если бы я действительно был рэпером, то я бы покончил с собой. 12 сентября 2018 года в центре Москвы с балкона отеля Ритц Карлтон безжизненно повисло тело известного рэпера Хаски Дмитрия Кузнецова. В течение часа фигура в малиновом тренировочном костюме наводила оторопь на прохожих. Позже оказалось, что повешенный использовал альпинистское снаряжение. И к моменту прибытия полиции оказался живым и здоровым. Тем не менее, на 16 сентября в зале Дворца культуры «Стимул» была объявлена церемония прощания с певцом Хаски. На похоронную процедуру явилась масса народов. Певец, обложенный цветами собственной персоной, лежал в гробу и принимал прощальные поцелуи от фанатов. В конце концов он открыл глаза и воскрес. Зачем же 25-летний Хаски устроил этот нелепый перформанс со смертью? Уроженец в далекой Бурятии Дмитрий Кузнецов приехал в Москву в 2010 году, где он учился на журналисты и сочинял рэп. Визитная карточка его творчества – агрессивные остросоциальные клипы о российской жизни. Характерным примером стал трек «7 октября», приуроченный ко дню рождения Владимира Владимировича Путина. Псевдоним «Хаски» означает по-английски «осиплый, хриплый». Он точно передает интонацию клипов рэпера. Писатель Захар Прилепин высоко оценил творчество «Хаски», назвав певца нечеловечески талантливым шаманом. В 2018 году Дмитрий Кузнецов пережил творческий кризис. Он решил убить в себе рэпера. Рэпер, по большому счету, ничего не выражает. Через него в определенном смысле говорит рынок. Так певец выразил отношение к жанру, в котором до сих пор работал. Инсценировка собственной смерти и похорон стали символом его перевоплощения, реинкарнации в другую творческую личность. Сегодня «Хаски» занят развитием русского саунда. Новые песни войдут в состав русского альбома. Вдохновение певец черпает в том числе и в зоне боевых действий на Донбассе, куда ездит с 2014 года. Дмитрий Кузнецов женат, имеет дочь, исповедует буддизм и православную веру. 4 место. Анна Амбарцумян. Ради пиара можно все. С густком красивой жизни хотела сделать свое существование российская блогерша Анна Амбарцумян. С 2013 года в соцсетях она увлеченно рассказывала подписчикам о своих достижениях. Как дипломированный психотерапевт, опытный сексолог, она обещала осчастливить всех, кто обратится к ней за платными советами. А за работу она брала немало, особенно за услуги в черной магии. Блогерша создавала для аудитории картинку, что она королева, которая собственными руками создает шикарную жизнь. Блог Амбарцумян набирал популярность. Ей удалось засветиться на разных телешоу в качестве эксперта по интимным отношениям. Но и этого королеве гламура было мало. В 2018 году она решила провернуть мульку. Объявила о своей смерти на страницах блога. И наблюдала за реакцией подписчиков в соцсетях. «Ради пиара можно все», – беззаботно заявляла Анна Амбарцумян в то время. Увы, шутка Амбарцумян оказалась пророческой. Ведь шутить со смертью – дурной тон. Ее бывшие поклонники, обманутые инсценировкой гибели Анны, в соцсетях теперь агрессивно и оскорбительно комментировали ее посты. Девушка очень переживала из-за этого. 18 июля 2020 года тело 27-летней девушки нашли в номере дорогого московского отеля. Причина – передозировка запрещенными препаратами. 3 место. Писатель Кэн Кизи. В 1965 году на скалистом обрыве недалеко от города Эврика, штат Калифорния, был обнаружен брошенный грузовик. Далеко внизу бились о камни волны Тихого океана, а внутри пустой машины лежала записка. «Океан, я все-таки тебя одолею». Грузовик принадлежал Кэну Кизи, автору прогремевшего на всю Америку романа «Пролетая над гнездом кукушки». На пике популярности писатель решил свести счеты с жизнью. Кэн Кизи был человеком талантливым во всех отношениях. Детство и юность Кэн провел в провинции, что не мешало ему заниматься силовыми видами спорта, стать чемпионом штата Орегон по рестлингу, ходить в состав Олимпийского резерва США. Травма руки резко поменяла вектор жизни Кэна Кизи. Он серьезно занялся изучением литературы. Получил грант и национальную стипендию на обучение писательскому мастерству в престижном Стэнфордском университете, штат Калифорния. Азартному авантюристу, каким по натуре был Кизи, денег всегда не хватало. Он устроился на подработку ночным санитаром в госпитале ветеранов с психическими отклонениями. Работа в госпитале имела для писателя грандиозные последствия. Свой знаменитый роман «Пролетая над гнездом кукушки» 1960 год. Он писал на материале нравов царевших в больнице. Одноименный фильм по мотивам романа поверг Америку в шок и способствовал отказу от варварских методов психиатрии, электрошока и лоботомии. Другое следствие работы Кена Кизи в психбольнице не было таким позитивным. Он добровольно участвовал в психиатрической программе ЦРУ. Испытывал на себе действия галлюциногенных препаратов – ЛСД и мискалина. В 60-е годы XX века считалось, что полезный эффект от их приема превышает негативные побочные явления. Кен Кизи активно участвовал в популяризации ЛСД. Возглавив коммуну хиппи «Веселые проказники», он колесил по Америке в разноцветном школьном автобусе, устраивая музыкальные вечеринки с кислотным тестом, принятием галлюциногенов. Красиво жить не запретишь, но помешать можно. В 1965 году полиция арестовала Кизи за хранение дома марихуаны. Писатель был отпущен под залог. И, не желая иметь дело с законом, разыграл самоубийство. Грузовик остался на скалистом берегу океана, а его владелец в багажнике машины вместе с друзьями пересек мексиканскую границу. Восемь месяцев «Веселые проказники» тусовались в Мексике. Потом Кен Ризи решил, что страсти улеглись, и пора вернуться в Калифорнию. Здесь он опять был арестован на месте преступления. Курил марихуану на крыше дома в Сан-Франциско. Полгода пришлось отсидеть в тюрьме, откуда Кизи вышел остепенившимся человеком. Последующие 30 лет своей жизни он провел на фамильной ферме в штате Орегона, в кругу жены и четырех детей. Игра в прятки со смертью не прошла для писателя даром. В 1984 году погиб его 20-летний сын. Фургон, в котором он ехал на соревнования, съехал с обледенелого шоссе и разбился. Сам Кен Кизи умер в 2001 году в возрасте 66 лет, испытав на себе все прелести болезней века – сахарного диабета, инсульта, рака печени. Второе место. Джон Стоунхаус. Маскарад мертвеца. Заметки с таким названием замелькали в английских газетах в конце 1974 года. Тогда звезды сложились крайне неблагоприятно для английского политика. Накануне потерпело поражение на выборах партии лейбористов. Стоунхаус потерял все министерские кресла, которые кормили его в предыдущие годы. А ведь он с 16 лет мечтал дослужиться до поста премьера-министра Великобритании. В 1969 году английская разведка заподозрила Стоунхауса в шпионаже в пользу Чехословакии. И только недостаток улик не давал правительству дать ход этому делу. Попытки Стоунхауса заняться бизнесом и разбогатеть привели к огромной задолженности перед инвесторами и кредиторами. На современные деньги она равнялась 10 миллионов фунтов стерлингов. Навершала картину ситуация на личном фронте. Жена и две дочери мешали ему завести новую семью. Жениться на секретарше Шейли Бакли, которая стала соучастницей всех его афер. Гордиев узел проблем Джон Стоунхаус решил одним махом. Он утонул. В ноябре 1974 года на пляже в Майами неудавшийся политик и бизнесмен аккуратно сложил свою одежду, вошел в воду и пропал из глаз всех отдыхающих. Через два часа его стали искать и пришли к выводу – мужчина или утонул, или был съеден акулами. Жена Барбара была в истерике. В газетах появились некрологи. А Джон Стоунхаус с поддельным паспортом прибыл в Австралию, где его ждала любовница. Все бы сошло им с рук, но в это же самое время австралийская полиция разыскивала другого английского аристократа – настоящего убийцу. Вновь прибывший Стоунхаус вызвал у нее подозрения. Слишком большими суммами наличных денег он оперировал, переводя их из одного банка в другой. Уже через месяц после своей смерти он был арестован в Мельбурне. Его личность установили и отправили назад в Англию. На родине он предстал перед судом по обвинению в мошенничестве. В суде он объяснил свое поведение психическим расстройством, что не мешало отправить его в тюрьму на семь лет. Там он перенес три инфаркта, операцию на сердце и был досрочно освобожден по состоянию здоровья. Выйдя из тюрьмы, он наконец женился на Шейле Бакли. Стал писать романы, участвовать в телепрограммах, заниматься благотворительностью. Умер в 1988 году на 1962 году жизни. 1 место. Филипп Сиссарега. Солдат удачи. Одной из самых удачных мистификаций собственной смертью является исчезновение Филиппа Сиссарега. Выходец из американского штата Виржиния, Филипп в возрасте 18 лет поступает на службу в британскую армию. Его мечта стать военным летчиком не осуществилась. В 1975 году он уходит из армии и возвращается в Америку. Здесь Филипп женится, становится отцом двоих детей, но мирная жизнь оказалась ему не по нраву. В 1979 году он покидает семью. В качестве военного советника и наемника скитается по свету. Шри-Ланка, Пакистан, Афганистан, Югославия, Южная Африка. Какие только горячие точки не бросала судьба этого солдата удачи. Наконец, в 1991 году в Хорватии он инсценирует собственную смерть. Филиппа Сиссарега не стало, он якобы погиб от взрыва заминированного автомобиля. Об этом сообщили жене, которая стала растить детей без отца и без материальной помощи от него. Сам же Филипп под псевдонимом Тома Керью осел в Бельгии, где написал книгу «Джихад. Тайная война в Афганистане». Себя в этой книге он описывает солдатам специальной воздушной службы, хотя на самом деле никогда не служил там. После известных событий 11 сентября 2001 года, когда самолеты террористов-мусульман врезались в небоскребы Нью-Йорка, книга Тома Керью стала бестселлером. Автора стали приглашать на многочисленные телепередачи. В одном из телешоу жена и дети Филиппа Сиссарега узнали своего якобы погибшего мужа и отца, стали активно наводить справки. Десятилетняя тайна смерти солдата удачи раскрылась. Одновременно английские журналисты установили, что он никогда не служил в воздушных войсках. Все написанное в книге «Джихад» было подвергнуто сомнению и критике. Для автора потянулись годы забвения и нищеты. В 2009 году в Антверпене в заброшенном гараже 55-летний Филипп Сиссарега умер окончательно и бесповоротно. Причина смерти – отравление угарным газом в состоянии алкогольного опьянения.